рада вас приветствовать на своем канале с вами светлана в екатеринбурге 15 мая у нас раннее утро утро началось у меня сегодня с пол седьмого хоть и воскресенье но так работы много нужно ее делать сегодня видео у нас у меня будет только про пеларгонии я конечно постараюсь не перепрыгивать с одного на другое хочу вам показать как растут пеларгонии герани которые я села вот эти два больших поддона не поддона 28 февраля посев у меня был огромный тогда я накупила огромное количество семян вот так они сейчас растут и сегодня я вышла утречка полюбоваться было такой солнышко и вот одна из этих пеларгошек зацвела я конечно сразу же обрадовалась так пеларгонии два с половиной месяца из семян то есть и она уже цветет вот такая красота я посмотрела по наклеечкам какая-то это вот такая но почему-то цвет отличается но не знаю почему для дома и балкон она наверное будет большая но мне принципе все равно какая она будет главное чтобы она росла и цвела мне советовали отломать то есть цветоносик я оставила чтобы полюбоваться так 9 значит 28 был посев этих пеларгоний у меня было их много все были подписаны но про проснулись не все семена не знаю почему вот сейчас он два с месяца прищипка у меня было не скажу какого числа потому что не помню а 9 числа я переваливала вот в этих сколько тут наверно может быть 300 граммовые как это горшочки после прищипки после двух недель моментально проснулись все пазухи я то есть 9 0 4 переваливала проснулись все пазухи 6 или 8 то есть я надеюсь что кустики будут все большие красивые и конечно хочется увидеть цветение цветение всех листва разная вся хотела спросить у вас девочки хоть на видео вот и кажется что блестящие листва но на самом деле она то есть как бы тусклая смотрела по этому поводу много видео от других девочек любители пеларгоний они что-то поливают аммиаком с этой как и с йодом с капельками не что-то боюсь по что опыта выращивать детей у меня нету певаргошных вот такие вот они все и да и хватит ли так вот такой баночки вообще для цветения до конца года или нужно будет переваливать в пол литровые напишите пожалуйста кто узнает вернее кто занимается этим и не сочтите за труд ответьте пожалуйста и по поводу блестявости тоже мне хочется узнать я вроде бы где-то читала да и слушала что поларгония не очень любит когда ее обрабатывают по листу тоже вот тут шоколадные вот такая вот красавица ой тут что-то с листиком и он начинает сейчас начнется истерика что с листиком так и желтенький так надо почитать почему желтеют сеянца наверное чем-то палит надо будет вот так и хочу показать вот этот ящичек это мы с вами тоже вместе переваливали тут 12 как раз вот тут и на на все серия на на такая сама кустящаяся невысокая пилар гошин уже который из них не знаю наверное вот эти вот листики отличаются им сколько не скажу не записала когда переваливала она записала нет не записала только написала номера под которыми наклеила таблички не таблички все семена так они растут посеяла еще третий посев у меня был тогда я показывала мне было тоже сорт много сортов на на там 5 по моему сейчас я покажу как они растут поставила их вот в такие контейнеры киевские ну должно сказать что очень много не проросших сейчас я вот разберусь немножко вернее не разберусь а достану все семена расставлю стаканчики посмотрим какие взошли какие не взошли вот так про полив и про пиларгонию поливать практически нужно сухие горшочки это я правильно понимаю или нет то есть заливать ее нельзя да и по поводу от горшочков ответьте конечно все это очень интересно все это очень познавательно мне очень интересно наблюдать как она растет то есть я каждое утро прихожу открываем окошко они весь день стоят на сквозняках можно сказать наблюдая за каждым листиком за каждым растеницем да и любит ли пиларгония нижний полив потому что мне проще было было сюда налить в тазик и они сами выпили чем метится вот под каждое растение вот такая красота но все сейчас уберу эту красоту сейчас сфотографирую общий план и разберем и какие взошли какие не взошли так все разложила и по-быстренькому так было четыре семечки или пять вот наверное 5 и так вот quantum f1 white проросли все четыре мне наверное не все и все пять мне наверное не хватило места да так что это полная полная всхожесть так бьюти ли лили бьюти микс плюшелесная не взошла ни одна то есть плюшелесная у меня не будет так его черный бархат зашла одна они две тоже наверно места не было посеяла две в стаканчик мы потом рассажу если доведу до до ума не знаю почему так произошло или я заливаю или засушить засушила и ну нет глубоко и не закапывала то на семечко лежит но я конечно их выбрасывать еще не буду что постоят они так и теперь из серии на на так давайте вот с 1 начнем виолетт на на виолетт было 5 семечек проросло 32 еще жду дальше на на рэд было 5 семечек все взошли мне это радует значит будто такая вот пеларкуша так это на на скарлетт бикалор к сожалению ни одной но семечки вот они видны может быть проснуться может быть не проснуться не знаю конечно стоит они очень дорого так это кто у нас apple бы лоссом ос господи милосливой зашло вот из 5 а нет вот еще один пока из 5 взошло 3 на подходе так что я спешите выбрасывать эти стаканчики не буду очень интересный сорт apple бы лоссу apple боссом так но и вот это вот сальман зашли все все пять вот такие вот у меня доминошки то что же как подписывать не знаю но то есть жалко конечно вот это вот 269 рублей но мне не деньги жалко жалко что не взошли дело не в деньгах ну и здесь вот конечно хотела себе решили снова ничего купил еще посеем то есть вот так вот сходит лично у меня герань девочка напишите какая у вас схожесть семян пром семян нет конечно это очень интересно но не могу не показать конечно своих красавчиков красавчиков вот они аспарагусики вот так они быстренько растут очень быстро растут прям главное чтобы зашли вот из 13 семян было 4 4 5 если не обсчиталось зашли только три ну и вот растут недавно мы с вами переваливали какого числа 28 написано до 28 переваливали и очень быстренько они растут кушают они наравне с блок синими то есть я поливаю всех одним и тем же раствором кушают все все вместе вот на этой пушистой зеленой ноте хочу закончить сегодняшнее видео всем хорошего настроения отдохнуть сегодня как следует и с новыми силами приступить к работе это как всегда я не договорила не до показывала сегодня у нас речь от пилар кошках и вот хочу показать как сейчас чувствует себя после пересадки пиларгонии 8 череночков сортовых которых я купила они переехали на окошко правда не совсем чистая но помоется на теперь поздней осенью когда сниму кедра но я думаю что цветам не повредит не очень чистая кошка так вот это уже помнила уже опять забыла в общем неважно красивая пиларгония я ее купила уже с бутонами они вот-вот должны были распуститься так что в этой заслуги в этой цветение мне нет никакого а вот там уже мой цветоносик будет маленький родился его не было также выпустил вот там при стеблевую детку я надеюсь или как он называется черенок все живенькие все растут стала поливать нижним поливом тут вообще кучка растет наливаю просто поддончики это вот большую посадила большую наверное мне сказали что не надо было сажать пиларгония не любит больших объемов но уже пересаживать конечно травмировать ее не буду этот вот что-то под вытягивается стебелек тут вот тоже вытянулся но тут попроснулись это меня радует и вот будет скоро цвести это тоже меня конечно радует ой и здесь вот тоже замечательно и вот такой вот цветет вельвет по моему правильно я говорю да вельвет вот так вот расцветла у девочек конечно у которая покупала на вот шапками но слава богу цвет увидела и даже практически нет он красный показывает а так он малиновый очень красивый цвет не знаю не отображает так что хочу спросить то я хотела спросить у вас девочки кто занимается пиларгониями то есть надо же прищипывать сеянцы я знаю что на седьмом листики прищипывают а здесь черенками как поступают то есть вот он будет свистине что его прищипывать что ли жалко же тоже скажите кто знает тоже потому что вот это тоже такой вытянулся тут вот что-то никого не видно так же прищипывается в общем жду от вас ответа огромное спасибо если вы ответите на мои вопросы теперь точно все всем хорошего выходного